Кубок Салея, он же Кубок Беларуси по хоккею, стартовал 5 августа в двух группах одновременно. В третьей домашней игре Брест принимал новополоцкий химик, и матч получился по-настоящему валидольным, как говорят болельщики. Качели игры до последней секунды основного времени не давали возможности определить победителя. Обе команды выглядели интересно. Не бывает соперников удобных и неудобных. Просто сегодня игра была как качели. То мы лучше играли, то они лучше играли. Еще раз говорю, сегодня из четырех голов каждая команда три забила в большинстве. Значит мы рады, что мы забиваем в большинстве, но мы не рады тому, что мы пропустили в меньшинстве. Потому что когда судейство сдают за все удаление, поэтому надо наладить игру в меньшинстве. Начало третьего периода со счетом 2-1 в пользу Бреста настраивало на положительный сход. Клуб три игры подряд выходил победителем. Но к завершению третьей 20-ти минутки со счетом 4-4 команды вышли на овертайм. А затем дело дошло до булитов. Увы, реализовать первые три броска Брещанам не удалось. Поэтому уверенный щелчок Алексея Садовика по воротам нашего Артема Малкова принес химику долгожданную победу. Обилие удалений, много игры в неравных составах. Поэтому, в принципе, наверное, много было забито голов в большинстве, что соперникам, что нами. Поэтому такой получился хоккей. Просто, чтобы выигрывать такие матчи, нельзя, наверное, допускать таких грубых ошибок, которые приводят к контратакам. И меньше удаляться. Хоккей сегодня был хороший. Я считаю, что все решила игра в неравных составах. Ну и я зашел в раздевалку. Я горжусь своей командой. Сейчас в активе ледовых зубров четыре игры. Вызная победа в Могилеве, две домашние виктории над Аршанским локомотивом и Витебском и нынешний проигрыш новополоцкому химику. Есть у них хорошие моменты. Игра на пятаке. Ставили два раза там в третьем. Третий период чуть-чуть провалили. Так, честно. Вот так, в принципе, доволен. Две недели на льду. И мы должны были за эти две недели подготовиться к этому, как к плыву, который у нас начался. Я повторяюсь, уже в августе у нас начался плыву. И мы должны были все. И пять на пять, и четыре на пять, и три на пять, и пять на три, и четыре на пять, и шесть на пять выучить. За две недели это невозможно. Время столько нет. Сейчас ХК «Брест» занимает вторую позицию в группе «Б». Впереди у «Бреста» еще шесть игр. Уже сегодня зубры сыграют на выезде с Аршанским локомотивом. Завершится Кубок Солея для «Бреста» 28 августа убойным домашним финалом с лидером Кубка «Лицкими рыцарями». Ирина Льшова, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания «Бог-ТВ».